Велтер-вейт-контендер в мире Коби Каос Кавинтан! И номер один рейт-вейт-контендер в мире Папаэл Дос-Аджа! Поехали! Ох, и вот такая зарубла с первых секунд! Тут же Коби Ковингтон сокращает дистанцию! Переводит на канвас Рафаэля Дос-Анниса! Рафаэль тут же пытается подняться! Коби контролирует корпус! Дос-Аннис очень спокоен! И уже рассечение на первых же секундах! Очень эмоциональный, я так думаю, нас с вами ожидает поединок! Да, и насыщенный! Дос-Аннис пытается развернуться, но преимущество, конечно, в габаритах просто сказывается на ведении поединка! И Ковингтон контролирует то, как он проходит, снова подхватывает ногу! Ковингтон, пока не получается у Дос-Анниса оттянуться, хотя он тоже умеет бороться! Да, не самый последний человек в борьбе! Да, у него отличные навыки и в партере! Но при этом, конечно, все-таки это не его весовая категория! Не будем об этом забывать! Вот так, в стойках! Да, стойки левши! Очень жесткий лоу! Ковингтон снова сокращает дистанцию и снова у сетки! И обменялись так неплохо спортсмены в предыдущем эпизоде! Конечно, Дос-Аннису нужно постараться удерживать центр! Ему нельзя работать у сетки, поскольку здесь будет преимущество за Ковингтоном! Он может так довести бой до решения! Он умеет это делать! Но при этом, конечно, борьба, она изматывает! И это понятно, что в жестком таком режиме Ковингтон не сможет работать все пять раундов! Колено в туловище в исполнении бразильца! Разрывается дистанция! Хорошо, здесь на выходе из клинча пробил передней рукой Дос-Аннис! Да, конечно, Дос-Аннис не изнурял в себя с гонкой веса! И поэтому он посвежее немножко, чем Ковингтон! Снова обмен очень неплохой! И мы видели, что Дос-Аннис пробил ногой по туловищу! Ковингтон продолжает давить, продолжает идти вперед, правый снизу! Очень опасный удар пропускает Колби! И, конечно же, будет пытаться вновь вязать Дос-Анниса у сетки! Дос-Аннису нужна дистанция для атаки! В стойке у него, возможно, будет преимущество! Все-таки боец это достаточно универсальный! Две минуты еще работать в первом раунде! Пять раундов, поэтому настройтесь, друзья! Джороган сказал, что не стоит этого делать с Джоном Джонсом, а Колби ответил, что не стоит также и в мой счет что-либо говорить! Да! Не надо говорить, что мне делать, я не скажу вам, куда идти! Минута, чуть больше! О, неплохо опять подготовил удар правый снизу! И Хайкиком отвечает Ковингтон! По разным уровням работает, равно как и Дос-Аннис! То есть хорошо двигается бразилец, промахивается Ковингтон! И вновь мощный лоу-кик в исполнении Дос-Анниса! Не успевает, кстати, за этим ударом Ковингтон! Это нужно отметить! Ну и Дос-Аннис тоже отвечает своими промахами! Снова контроль! 10 секунд до конца первого раунда! Пока все! Но мы видим, что первый раунд не просто сложился для Колби, который продолжает улыбаться. Здесь хорошая серия, затяжная в исполнении американца. Оказываются бойцы на конвасе. И забирают спину Колби. Посмотрим, сумеет ли закрепиться там. Пока держит захват Рафаэль. Вроде бы все контролирует, не пропускает серьезных ударов. Разворачивается. И вот клинч. Ох, очень здорово прошел удар у Колби. Да, Дос-Аннис, конечно, не дает работать в партере Ковингтон, но при этом и не может вот здесь у сетки атаковать первым номером. Лишь защищается. Прессинг на стороне американца. По туловищу. Хороший удар, а тут же вновь следует обмен. Лоу в исполнении Ковингтона. Ковингтон, Ковингтон, стандирует публика. Да, хотя очень много и в том числе американцев желало поражение Ковингтона, но он хотел, чтобы к нему относились не безразлично. Он этого добился. Снова на дистанции. Это шанс для Рафаэля Дос-Анниса здесь поработать. Обмениваются мидл-киками. Неплохая серия. Здорово, да. Через корпус решил зайти Дос-Аннис. И получилось. Снова по туловищу силовой удар. Мощно. Великолепно Дос-Аннис отработал этот эпизод. Но Ковингтон выдержал. И брови не повел. Сейчас попадает Ковингтон сам с левой руки. Вот здесь, мне кажется, Дос-Аннису имело бы смысл встречать апперкотом соперника, когда вот так на него начинается. С этим натиском и никаких серьезных ударов он пока не пропускает. Да, хорошо блокирует удары соперника и уходит от них. Ох, хорошо провалил, да. Тут же лоу-кик от Дос-Анниса. Снова попытка достать корпус со стороны Дос-Анниса. Вот пытается ответить Ковингтон. Попал. Попал справа. Ой, какой сейчас апперкот-то прошел у Ковингтона. Да, голова дернулась у Рафаэля Дос-Анниса. Совершенно очевидно, что удар был прицельный, мощный, акцентированный. Полторы минуты еще работать во втором раунде. Из-за пяти запланированных. Несколько ударов наносит Ковингтон. Наверное, времени просто не хватит ему для того, чтобы завершить начатое. Более того, поднимается Дос-Аннис. Четыре тейкдауна. Итак, возобновляется бой. Ковингтон снова в центре. Атакует Дос-Анниса. Дос-Аннис отступает. Создает. Чисто визуально кажется, что Дос-Аннис больше набрал. За отведенное время после взвешивания. Вот сейчас был удар в пах. Отдается время на восстановление Дос-Аннису. 180 сантиметров. У Дос-Анниса, если я не ошибаюсь, 172. Вот здесь согласен категорически. Отлично. Отличное начало. Хайкик в исполнении Ковингтона. Ну, кстати, зачем уже... Ну, Таран Вудли, кстати, заявил, что он готов выйти в августе, в начале августа на бой. И говорит, что давайте мне хоть временного чемпиона, хоть любого другого бойца. Я не хочу никого ждать. Я вот хочу выйти в начале августа. Ну, посмотрим. Я думаю, что вряд ли кто-либо из этих парней согласится биться в августе. Контролирует соперника Колби Ковингтон. Да, очень плотный поединок, очень много работы в клинче. И сегодня вообще, в принципе, по ходу турнира много работы в клинче. О, вот это было оригинально в исполнении Доса Аниса. Но, кстати, он регулярно используется... В данных весовых категориях, то есть в полусреднем весе... Ну, легкий вес, наверное, нет, потому что там все-таки еще все достаточно живо. И много претендентов, интересно. Вот сейчас Рафаэль достаточно неплохо попадает. Я думаю, что имеет смысл проводить супер поединки, потому что... 40 секунд. Попадает. Решили подарить нам драку, парни. Отлично. Наконец-то, да. Не прошло и пяти раундов. Стали реально драться, обмениваться. Нет. Безусловно, подобные эпизоды случались. Но, к сожалению, не так часто. Миддлкик в исполнении Доса Аниса. Но... Больше ничего нам Доса Анис в этом поединке, к сожалению, не показал. Я думаю, что здесь Колби Ковингтон должен одержать победу. Абсолютно заслужили. Абсолютно заслужили. Продолжение следует...